Горный кластер в период новогодних и рождественских каникул посетило более 355 тысяч человек. Это и местные жители, и гости Сочи. Более 230 тысяч туристов размещались в гостиницах и апартаментах в различных районах города. Сейчас, когда в разгаре горнолыжный сезон, вся туристская инфраструктура, пункты питания и развлекательные объекты работают в штатном режиме. На территории горного кластера прошло 106 событийных мероприятий, что позволило привлечь дополнительное количество туристов. Во-вторых, это, естественно, открытие казино. Это тоже является своего рода дополнительным притяжением для людей в период межсезонья. Но, естественно, наши курорты, они не стоят на месте, они расширяются. В Роза Хутор добавила три дополнительных подъемника. А это 24 километра новых трасс. В общей сложности в горном кластере Сочи работает 53 подъемника и 87 трасс протяженностью более 140 километров. В этом году наравне с уже существующими объектами общественного питания дополнительно были открыты еще 18. Это полторы тысячи посадочных мест в пунктах фастфуда. Несмотря на большое количество туристов, очередей или избыточного скопления людей удалось избежать. С учетом опыта предыдущих лет, работа основных туристских объектов, а также транспортное обслуживание отдыхающих организованно максимально эффективна. Во время проведения селекторного совещания губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал высокую оценку организации отдыха на каникулах в Сочи. Но, тем не менее, обратил внимание на ценовую политику бизнеса. Ее надо подкорректировать, чтобы жалоб от людей относительно дорогих кафе и сервиса вообще не было. Там четко и понятна позиция самих курортов. Курорты делают дорогие цены на аренду торговых площадей. Мы, в принципе, все, что можно, это называется товарная интервенция. Самое лучшее, конечно, это добиться того, чтобы курорты как можно больше давали мест для торговых площадей. И тогда будет конкуренция, она приведет цены. Потому что правильно было сказано Николай Александрович, что как раз наверху, там у нас исключительно монополисты являются сами курорты. Край посоветовал городу пересмотреть условия подписания договоров с курортами Роза Худор, Газпром и Горький город. Прежде всего, они должны прислушаться к рекомендациям администрации города относительно цен на тот же горячий чай и бутерброд высоко в горах. Гелена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.